Школьники Перми высадят кофейные деревья вместе с ботсадом Пермского университета. Акция «Кофейное зернышко» проходит в рамках цикла образовательно-культурных событий «Пальмовая ветвь», посвященных сохранению оранжереи, в которой 121 год назад профессор Александр Генкель посадил финиковую пальму. Сотрудники ботанического сада специально для учеников первого класса гимназии номер 4 имени братьев Каменских подготовили к посадке ягоды кофейного дерева. Среди разнообразных тропических растений можно встретить и кофе, который мы с вами сейчас вот и будем сажать. Такая вот веточка кофе, то есть она была примерно сантиметров 60, наверное, 70 в середине кроны. И вот здесь мы с вами, начиная от бутонов до цветков, и уже здесь даже зеленые ягодки, можем проследить, как вот это вот все происходит в развитии, соответственно, плодов прямо из цветка. Кофе, произрастающий в оранжереи ботсадов университета, в высоту достигает почти 4 метров. На его ветках можно наблюдать сразу несколько разных жизненных стадий, как цветы, так и плоды, причем как зеленые, так и уже созревшие. В зрелом состоянии ягоды кофе красного цвета. Для посадки их необходимо вскрыть и очистить от мякоти. В грунте мы с вами делаем отверстие, вот палочки я вам сейчас тоже выдам, примерно сантиметр-полтора, то есть где-то на две высоты зернышко. Туда мы просто его складываем, можно придавить пальчиком, и сверху просто присыпаем вот так землей. И после этого надо будет полить. Вместе с ученым первоклассники высаживали аравийский кофе сорта арабика. Через месяц-полтора после посадки при умеренном поливе и температуре в 20 градусов из земли появляются маленькие росточки – семидоли. А вот первые плоды из дерева можно будет собрать спустя два года. Мы учились рассаживать кофе. Нам нужно взять или отрезать от бутылки дно и накрыть его, а крышку убрать, чтобы воздух попадал туда. Наблюдая за растением, ученики будут заполнять специально созданный для этого дневник. В нем, помимо отметок и дат, школьники найдут рекомендации по уходу за растением. У меня дома растет кактус, но я порадую сегодня родителей. Мама моя любит очень кофе, и она будет всегда пить кофе. Если вырастет, то я еще посажу раз кофейное дерево. В сентябре этого года первоклассники снова встретятся с сотрудниками, чтобы обсудить свои успехи в выращивании кофе, пересадить растения в подходящие горшки и посетить обзорную экскурсию по Ботаническому саду университета. В рамках Пальмовой ветви Ботсад, Фонд целевого капитала и Управления общественных связей в течение года проведут множество мероприятий. Лекции и мастер-классы, экскурсии и концерты, занятия по йоге и другие благотворительные ивенты. Подробности на сайте psu.ru Анастасия Кострева, Андрей Шварнадзе, Управление общественных связей Продолжение следует...